Очень рада приветствовать вас здесь, в этом прекрасном пунктном церкви «Покраски и ворота». У нас здесь происходит не первая презентация уже проходит наших книг, книгейских. Сейчас я представлю... Программа у нас такая. Сейчас сначала я представлю наших дорогих гостей, еще один наш дорогой гостик пока не подъехал, но мы все-таки все очень надеемся, что отец Александр Борисов нас будет посетил, подтвердил сегодня свое присутствие. Сначала я представлю, потом как редактор книжки скажу пару слов просто о структуре этой книжки, о том, что в ней, собственно говоря, находится, а дальше передам нашим дорогим гостям, передам слово, и Володя, наш главный редактор, сейчас я их представлю по очереди, тоже обязательно скажут какие-то слова. И мы приготовили для вас, вы знаете, все, кто читал анонс нашей сегодняшней встречи, мы приготовили для вас подарок, сегодня мы покажем фильм, который собрал уже очень много наград на фестивале, который показывается тем не менее на площадках редко, и сегодня у вас будет возможность уникальный фильм посмотреть, сейчас подробнее немножко, когда будут представлять наших гостей, обо всем они скажут. Значит, ну, первым я бы хотела представить автора, отца Кирилла Марковского. Отец Кирилл служит клириком в Краме святителя Николая Аклипийского в Кириллеве. Помимо этого служения, он долгое время занимался этим вопросом, эти проблемы, в 2017 году назначил уже официально помощником начальника УФСИ в России по городу Москве по организации работы с ведущими, то есть он еще и получил такую важную официальную должность. Должна сказать про отца Кирилла, что он неустанно на протяжении многих лет, и в книжке-набложке нашей замечательной книги, которую мы сегодня презентуем, книги «Небо на дне», это написано, что он в течение 15 лет общался, ее переписку с учеными, божественными шансами, с свободой, и эта книга – это плод его вот этого общения 15-летнего и размышлений на эту книгу. Автор книги, отец Кирилл является автором книги «Ипатрия особого режима», которая вышла несколько раньше, в 2004 году, но сейчас это уже другой совершенно, я бы даже не сказала вариант, а это уже другая книга, дополненная, исправленная очень многими материалами, дополненная, тогда я буду говорить о структуре книжки, я бы чуть-чуть подробнее скажу. Дальше я бы хотела нашего другого дорогого госта представить, это Ирина Васильева, режиссер, документалист, сценарист, автор более 30 документальных фильмов, и автор фильма, который сегодня мы будем показывать, который называется «Бранковый кайл», это фильм о том же, на эту же тему, это фильм об одном из таких трудей, о его удивительной личности и садбе, и получил этот фильм уже, в общем, он, наверное, год где-то, да, год как-то, да, уже год где-то просматривается, он получил уже немало наград, и получил «Чезарного ангела», «Излата» в «Митизе» был в конкурсе программы, и в конкурсе «Покровский», в фестивале «Радонежь» получил большие награды, отличные очень многими уже, и отзывами СМИ, и так далее. И сегодня есть у вас уникальная возможность этот фильм посмотреть. Дальше я бы хотела нашего дорогого, замечательного, главного редактора, Володя Лочинина, он представитель «Брангарии», которого, правда, эта книжка увидела свет, и без его на полу доброго согласия книжки бы не было, и без его мужества. Вот, и он тоже, я надеюсь, скажет несколько слов на эту тему. Вот, и мы ждем еще отца Александра Борисова, вы знаете, наверное, многие его настоятеля храма святых посередников Казмедмиана в Шумине, и человек, который тоже в свое время в начале 2000-х представлял, он был, знаете, как он назывался, он был членом комиссии по вопросам манилования при президенте России, когда в начале 2000-х это было сильное движение, и там даже как-то изменялось наше судебное законодательство, я правильно излагаю? Вот, и вреда богословия, еще много многих-многих авторов книг, и те мы его прекрасно знаем, любим, уважаем, и очень ждем сегодня к нам в гости. Он автор предисловия к этой книге, и, в общем, он тоже этой темой, вы знаете, очень давно занимается духовным огармлением заключенных, и тема, я думаю, что он много что может нам, не хватит что рассказать по этому поводу интересного, и относительно книжки, и вообще более широко о христианском отношении к этой проблеме. И даром мы сегодняшнюю встречу назвали, так вот, таким заголовком у нас, и мы милость Павших призывал, потому что, в общем, нас как православное издательство, конечно, прежде всего, интересует именно этот аспект. Проблема многограмма, конечно, понятно, что о ней можно говорить с разных точек зрения, но для нас очень важно, именно вот эти вопросы, прежде всего, ставить книга Атса Кирилева, для нас очень важно вместе с вами на эту тему как-то и послушать авторов, и послушать наших гостей, и на эту тему вместе размышлять, потому что тема очень сложная, тема людей, которые совершили убийство, и некоторые, и одно убийство, что должно быть за наше христианское отношение к этому, да, вот то, что должно, должно, не должно, это другие категории. Вообще, что говорит христианское учение об этом, что говорит Священное Писание, что говорится о многих житиях святых и их свидетельствах, писаниях святых отцов, да, что вообще говорится на эту тему, об этом очень подробно и, по-моему, францитно размышляет в этой книжке Атса Кирилева. Представляет она из себя ценнейшие, уникальные, на мой взгляд, совершенно документы, потому что это письма, отрывки, даже какие-то очерки, некие такие, там даже были, такие есть, не встречаются несколько очерков, рисунки и стихи людей, пожизненно решенных свобод. Это для них единственная возможность, вот так-то, наверное, поговорить со всеми нам. Вот. Кроме этого, значит, в книге существуют дела, в которых отец Кирилл, и он, наверное, о этом расскажет подробно, а подробнее всего вам расскажет об этом книга, отец Кирилл смышляет вот на эти темы, с цитатой, с каким-то осмыслением священного писания, священного текстов. Кроме этого, в книге есть исторические, некоторые исторические факты, но есть прекрасная глава о докторе Газе, знаете, такого персонажа исторического, да, замечательного человека, и я считаю, что прекрасно, что отец Кирилл посвятил ему целую главу, и вы знаете, сколько он сделал в свое время для людей, страдающих и востровывающих, отбывающих в наказание и в царской России. Кстати, что меня, например, как редактор книги, в частности, поразило в ней, помимо всех ее достоинств, что, вы знаете, когда я немножко подробнее начала какую-то историческую справку выяснять по поводу того, как содержались в свое время люди, в царской время, в тюрьме, нам известно больше про политических заключенных, да, что их было значительно меньше, и значительно мягче к ним были применяемые меры, да, но, оказывается, и вы знаете, и недаром, опять же, я повторяю тему старички, милость к Батшин призывал, всегда в русской традиции, традиции русской литературы, это тоже очень отражено, всегда русский народ, в очень милости к людям, каторжным, да, и вообще в поле широком смысле к Батшинам людям, всегда эта милость, как подавляет, в общем, в нашей двери, да, в нашей традиции, в нашей психологии, такой народной, вот, и когда мы с Ацуквилем стали интересоваться какими-то историческими моментами, выяснилось, что как раз по отношению к каторжным людям условия, в которых их содержали, и вообще по отношению к ним все было очень жестко и в царской России тоже, и вот эта историческая справка, на мой взгляд, достаточно побытная, тоже есть в этой книге, нам кажется, что она дополнительно потеряла, делает как-то весь этот обзор охватная, да, и всю эту проблему еще раз такую-то такую подпитывает в другой стране. Ну, вот, это основное, что я хотела сказать. Больше я не хотела бы отнимать времени у наших замечательных гостей, и надеюсь, что вам будет до самого конца, до последней минуты, если нам интересно. Все, спасибо большое. Я не представила сама себя, я Наталья Винокладова, ведущая редактора «Видения». Дорогие друзья, добрый вечер. Я очень рад, что мы сегодня с вами встречаемся, и имеем возможность поговорить на довольно-таки непростые темы. И очень часто, когда мы слышим новости, может быть, смотрим кино, читаем книги, и то, что мы воспринимаем связанно с темой тюрьмы, лишения свободы, нам кажется, что это какой-то другой мир, он никакого отношения к нам не имеет. Но вот преступления совершают какие-то плохие люди, которые сами осмысленно делают выбор в пользу зла, и поэтому эти люди несут справедливое наказание, и уж точно к моей жизни, к жизни моих знакомых это не имеет никакого отношения. Но в жизни все оказывается не так, и мне хотелось бы вспомнить два эксперимента. Это серия тех экспериментов, которые активно проводились в 50-е годы. И цель этих экспериментов заключалась в попытке понять, каким образом в просвещенной Германии стал возможен Холокост, каким образом страна, известная своим гуманизмом, известной своей философией, известной своей культурой, вдруг смогла пойти за таким чудовищем, как Гитлер. И один эксперимент выглядел так. Большому количеству людей было направлено приглашение принять участие в научном эксперименте. Конечно, этот научный эксперимент был вымышленный. Это такая картинка театра был. Приглашение получили большое количество людей в силу того, что предлагалось также вознаграждение. Желающих было очень много, и у психологов, социальных психологов была возможность произвести отпор. То есть выбрали тех людей, у которых никаких отклонений психических нет, в общем, которые психологически вполне устойчивы. Это точно были те люди, которые не имели склонность к насилию. И далее эксперимент проходил приблизительно так. В нем всегда участвовал психолог, который был переодет в ученого. В нем всегда участвовал человек-подсадная утка, который изображал из себя тоже участвующего в эксперименте научного. И был третий, испытуемый. То есть в комнате, в которой было все так обустроено, как будто действительно здесь происходят настоящие научные эксперименты, много всяких рубинников, датчиков, проводочков. Находилось три человека, из них был один испытуемый. И вот этот профессор, который был действительно психологом, каждый раз говорил, что сейчас мы будем проводить исследование, цель которых понять, каким образом телесные наказания влияют на усвоенность материала. И вот он предлагал вытянуть шрепие. Значит, один должен был быть учеником, другой учителем. С одной стороны, он всегда становился учеником, испытуемый всегда становился учителем. А далее экспериментатор говорил, сейчас мы подсоединяем ученику, подсоединяем к ученику там массу электродов, значит, ему специально так привязывали руки, чтобы вот видно было, что что-то такое не очень хорошее происходит. Еще всегда этот пацан, на этот человек, говорил, вы знаете, у меня больное сердце, я хочу донести это до вашего внимания, он уверен ли вы, что эти эксперименты безопасны. На это, значит, черный говорил, да, не волнуйтесь, все под контролем. И далее испытуемому предлагали за каждый неправильный ответ бить этого ученика током. Причем с каждым новым ответом разряд должен был увеличиваться. Вот, и таким образом в итоге он уже составлял там 350 вольт приблизительно, ну, то есть смертельно для человека. Значит, пацан, как прекрасно играл. Он порчился, он кричал, он депут, чтобы его отпустили. Вот, испытуемый всегда с удивлением смотрел на этого ученого и спрашивал, а вы уверены, что мне нужно продолжать. Он говорит, продолжайте все под контролем. Еще знаменательно, как заканчивался этот эксперимент, заодно и вот комитировал уже все в свою смерть. То есть он в последний раз, так сказать, истошно кричал, а потом замолкал. Вот, когда испытуемый спрашивал, а что дальше делать экспериментатором, ученым, психологом, он говорил, не волнуйтесь, молчание расценивается как неправильный ответ, продолжайте включать рубильник. Но самое страшное, что подавляющее большинство людей, я подчеркиваю, это были абсолютно нормальные люди, такие же, как мы с вами, они доводили этот эксперимент до конца, и лишь если я не ошибаюсь, можно посмотреть этот, по этому опыту, даже есть документальный фильм, достаточно интересный, потому что все это снимали. Если я не путаю, менее 40% людей на той или иной стадии эксперимента отказывались от участия, соответственно, более 60% продолжали. Это говорит о том, насколько сильно человек зависит от ситуации, в которой он находится, насколько сильно каждый из нас зависит от той обстановки, от той среды, в которой он рождается. Мы иногда несколько переоцениваем свой выбор, свою какую-то доброту, свою правильную видение, линию жизни. Но вот это был первый эксперимент, а второй, на мой взгляд, еще более страшный, кстати, эти эксперименты потом были признаны неэтичными, запретили. А второй эксперимент проводил замечательный итальянец, итальянец по происхождению психолога, Зимбак, по-моему, у него фамилия была, который сам вырос в Бронксе, в такой преминальный район. Он очень интересовался, почему люди совершают преступления. И он создал в стенах Стэнфордского университета полный макет тюремной камеры в подвале. Там было все по-настоящему, у него были консультанты, которые всю жизнь сидели в тюрьмах. И далее, так и по такому же принципу, были выбраны люди, которые согласились участвовать в эксперименте. Цель эксперимента была понять, как люди себя в такой обстановке тюрьмы будут вести. Причем, тем, кому выпало жребий, быть заключенными, там половина были полицейскими, охранниками, половина были заключенными. Причем, чтобы люди почувствовали себя в шкуре заключенного, с их согласия их прямо как похватали на полицейских машинах, забирали из домов, чтобы они могли на себя ощутить на своей шкуре, что значит, когда тебя ведут в наручниках, твои соседи это видят. Все люди за этим наблюдают. И когда начался этот эксперимент, ну, сначала люди шутили, они как-то забавлялись всей этой ситуацией, но что произошло потом, привело к ужасу, а самого Зимбарга такого не ожидал. Буквально на второй день этого эксперимента люди вошли в роли. То есть заключенные начали себя вести как заключенные, охранники себя начали вести как охранники. Они стали издеваться, избивать заключенных. И это, опять же, я подчеркиваю, это были абсолютно нормальные люди. И Зимбарг настолько увлекся экспериментом, если я не ошибаюсь, он должен был 10-12 дней проходить, что он уже не видел всего этического безумия того, что происходит, и то, что он сам, так сказать, устраивает. И его образовала его невеста, которая пригласила показать, что происходит с людьми. она про себя не ошибаюсь, сказал, что сейчас же это не остановишь, я никогда не выйду замуж, чтобы тоже психологом была. И вот, если немножко заглянуть в наше прошлое, 20-й век, то, наверное, можно без преувеличения сказать, что подобный эксперимент провели над всей нашей страной. То есть всю нашу страну поставили во многом действительно на место или заключенных, или надсмотрщиков, тех, кто этих заключенных осуждает, общество, потому что, если почитать газеты сталинского периода, если кому-то интересно филиал Ленинской библиотеки, периодики, находится в Химках, это там можно посчитать. Нам очень интересно, что, ну, понятно, что это все за уши притянуто, вот пионеры требуют смертной казни, вот комсомольцы требуют смертной казни, вот сотрудники такого научного института требуют смертной казни, какого-то предателя и врага народа. Можно сказать, что такой эксперимент действительно был поставлен над всей страной, и хотим мы это или нет, мы в себе это несем. Это вот это наследие страшного, сложного 20-го века, который начался со страшной и кровопролитной войны Первой мировой, потом перешевшую революцию в гражданскую войну, в пол и в коллективизацию, потом снова война. И это все мы несем к себе, и не стоит обольщаться, считая, что вот эта тема, она вообще никак с нами не связана, и мы вообще никакого отношения не могли бы никогда к этому иметь. К сожалению, если основываться на данных этих экспериментов, наверное, могли бы просто, милостью Божьей, да, вот как-то нам повезло. И вот, чтобы понять, да, вот что люди переживали тогда, я, может быть, уже на какой-то презентации это приводил, но мне очень в память запал, запал буквально несколько слов, которые сказал мой дед, мой дед был осужден в 58-м статье, он просидел более 10 лет в лагерях, и он никогда не рассказывал о том, что там происходило. Для него такой сильнейшей травмой было, его просили, он был реабилитирован в первых рядах, но тем не менее, он никогда не любил распространяться, и один лишь эпизод, который вот в нашей семье хранится, который немножко приоткрывает весь ужас, который там происходил, это вот моя мама хотела в свое время очень овчатку, когда она еще девчонкой была, и она его просила, там, пап, ну давай купим овчатку, а он полохотит, не купил я, только кучи собаки, а вот на этот период не было никакой собаки. Он ей говорит, нет, 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 вот, она продолжала так напористо, ну почему, ну почему, он наконец не выдержал, просто, видимо, он забыл на какой-то момент, что перед ним еще девочка, хоть уже и подросток, вот, он ей сказал, потому что в моих глазах овчатки неоднократно напускировали людей. Это вот человек это видел своими глазами. Но это еще не все, если говорить о вот том наследии, которое мы несем из себя, начиная, наследие первой половины 20-го века, стоит вспомнить, еще 90-е годы, уж сколько написано книг, сценариев о так называемом потерянном поколении, когда вот кризис развала страны, который привел к тому, что многие люди, в основном мужчины, оказались неуделы, оказались в полном расстройстве, в полном непонимании, что дальше делать, когда закрывались, опять же, научные учреждения, когда уже перестали действовать те государственные структуры, которые действовали. И стоит вспомнить ту волну преступности, которая покрыла всю нашу страну. И вот как-то так сложилось, я здесь тоже вынужден сказать, что мне эта тема совсем не чужая. Среди моих сверстников очень многие люди совершали преступления. Среди тех, с кем я учился в школе, очень многие люди отсидели, даже по несколько раз в тюрьмах, я их хорошо знаю, это не были какие-то злодеи, извращенцы. И я с этими людьми учился. Да, возможно, они были слишком легкомысленные, возможно, действительно, какая-то предрасположенность у них была, но один из моих достаточно близких, знакомых совершил даже убийство. Я могу представить, что переживали те люди, которые потеряли человека. И я очень часто об этом размышлял, смогу ли я продолжать с ним общаться, когда он выйдет из тюрьмы. Но вот жизнь сложилась так, что он вышел из тюрьмы верующим человеком. Я не знаю, какие отношения у него с Богом, я не знаю, как он молится, как он заглаживает свой грех, забыл ли он его, или он живет с ним. Но я могу свидетельствовать только внешне. Из тюрьмы вышел другой человек, не тот человек, который был схвачен, помещен туда. Но, наверное, я на этом закончу свое вступительное слово. Простите, если оно слишком было длинным и томительным. Я надеюсь, отец Кирилл ответит на все ваши вопросы. И что очень важно для подпонимания этой книги, когда ее читаешь, я просто свои ощущения передаю. Вступаешь в диалог. С одной стороны, поражаешься любви, открытости автора, поражаешься служить, и с другой стороны, находишь в себе то, что, в общем-то, твое сердце не до конца созрело при Евангелии. Потому что одно дело простить преступника, принять преступника, но все-таки, когда речь идет о тех людях, которые несут пожизненное заключение, чаще всего речь идет о тех людях, которые не простые преступления совершают, а какие-то очень тяжелые. и читая о том, что совершали эти люди, и не всегда ты в себе сам, то есть я про себя говорю, не всегда ты в себе сам можешь найти готовность простить, полюбить этих людей. И это действительно очень хорошая работа, и чтение этой книги это всегда диалог с автором, очень живой, иногда трудный, иногда в котором ты можешь с автором не согласиться, но так или иначе, автор зовет тебя к тому, чтобы ты в каком-то смысле из все-таки такого ветхозаветного понимания перешел в новозаветное, и это особая ценность этой книги. Спасибо, дорогие друзья, и слово отцу Кириллу. Да, передавайте. Меня слышно? У вас не очень, еще в конце этого почему-то не ошибаюсь. Но вы знаете, когда меня спрашивают о чем ваша книга, то первое, что я отвечаю по жизни заключенных, то есть о людях, которые совершили особо тяжкие преступления и были осуждены на пожизненное решение свободы. Потом я иногда говорю, ну, не о всех осужденных, конечно, а о тех, которые уберывали в Бога и покаяли в своих задеяниях. И это действительно так, книга о них. Но вы знаете, все же, в первую очередь, в первую очередь, книгня о них. В первую очередь, книга о Боге, на нем. Она о его отношении к вашему человеку. Она о его промыслии, о людях, которые совершили вот такие страшные грехи. А может быть, и вообще о людях, которые совершили грехи тяжкие или нетяжкие. Она о том чуде преображения человеческой души, которое Господь совершил. То есть, эта книга, в первую очередь, о любви Божией и о Божьем милосердии, которая является, я бы сказал, истоком и основанием вообще всякого милосердия в этом мире. Любовь Божия к вашему человеку это, как бы, стержень к ним. Причем я сразу хочу обратить внимание, что речь идет не о любви Божией к преступлениям к тем ужасным, так сказать, делам, которые эти люди совершили. И очевидно, что хочу с ним такое помыслать. Нет, речь идет о любви Божией к человеку, как созданию его, как созданию больному, пораженному страстями именно по этой причине и совершающим иногда просто безумные поступки. В книге есть две главы «Любовь Божия», «Любовь Человеческая» и «Тайна Божественной Любви». Эти главы центральные главы книги. Можно было бы назвать эти главы богословскими, но с одной стороны это достаточно доступное богословие, а с другой стороны оно неотвеченное. То есть это богословие есть реальность, свидетельем которой может стать каждый человек, который пожелает познать Бога. Это богословие есть основа нашего личного отношения к каждому человеку, и в том числе не только к тем, кто оказался на самом дне греховной бездны, но вообще к каждому человеку, но в том числе и к этим людям. И вы знаете, я бы сказал, что это есть до предела обнаженное христианское учение. Вот почему Владимир сказал, что иногда я готов был поспорить, перед что-то и с трудом принимается. Я согласен, что это добредело обнаженное учение в отношении к человеку, который в Евангелии извозит. То есть оно ничем не прикрыто, оно вот как оно есть. И я допускаю мысль о том, что это учение может быть с трудом принято людям мало знаком с христианским учением, и вообще не примил людям, которые, скажем, относятся к христианскому, не то, что его враждеб ähnlich, но которые вообще отвергают христианское учение. То есть таким людям не просто, которые что-то не понимают, скажем, христианское учение, а именно те, которые вообще его отвергают, таким людям будут непонятны, и они ни в коем случае не примут призывы милосердия, которые, конечно, имеют место в этой книге Но, как я уже сказал, книги действительно и о пожизненно заключенных тоже, об их жизни, об их переживаниях, об их покаянии, об их поисках истины, об их взаимоотношениях с Господом. И в книге, как рассказала Наталья, мои размышления, они чередуются с историей жизни этих людей, с их исповедями, с цитатами из писем, с рассказами, с тихотворениями, даже рисунками. Материалы действительно уникальны. То есть авторы всех вот этих вот материалов, это пожизненно заключенные из всех, почти всех колоний своего режима. С некоторыми я из них общаюсь уже 15 лет. Ну, точнее, вот-вот будет 15 лет. Многих из них неоднократно посещал в местах заключения. И в последней главе этой книги привезены мои письма, некоторые из моих письма с Ордианом. В них рассматриваются многие вопросы духовной жизни. И потому я привел эти письма, чтобы показать, может быть, даже, во-первых, какие вопросы волнуют, сужден. Потому что вот у некоторых людей, которые были знакомы с первой войти, было открытием то, что с этими людьми можно общаться именно на духовной теме. А на самом деле, действительно, некоторые из этих людей очень глубоки. И возьмут себя смело взять, что они действительно знают Бога. Они близки к Нему. И вот... Но, конечно, не только для них, я думаю, будут интересны эти вопросы. А вопросы, которые я там рассматриваю, они очень разные. Начиная с самых, на мой взгляд, важных вопросов. Это о смысле вообще наших устремлений к Богу. О содержании сути того, что мы называем духовной жизнью. Думаю, что эти вопросы будут так же интересны и каждому человеку, который ищет истину. То есть, они, конечно, волновали не только тех людей, которые были адресованы в эти мои лица. Вы знаете, еще хотел бы я сразу сказать о некоторых моментах. Потому что тема эта очень проста. Очень. Которых я вот сразу хотел бы обратить внимание. Во-первых, я пришел, и книга мне о невинных людях. Почему я это говорю? Потому что есть среди пожительных заключенных, действительно люди, и это признается сама администрация, которые не совершили ничего, ну, скажем так, достойного пожительного решения свободы. Некоторые вообще никого не убили. Но, сами понимаете, у нас не всегда бывает совершенно, там, все эти процессы связаны со следствием. И имеют место иногда разные, конечно, не имеют соображения, по которым судебы уносят свои решения. И поэтому есть процент небольшой. Ну, вот я как-то пытался статистику, если какой-то выяснить в этом отношении, но около одного процента примерно всех пожительных осужденных люди невиновны. И виной категории составляют люди, которые совершили, скажем, одно убийство, но прочее, они, как говорят, повесили. Так вот, книга не об этих людях, а действительно о преступных. Это первое. Второе. Я никоим образом не считаю преступлений, которые совершили эти люди, какими-то малозначительными. То есть, то, что некоторые из них совершили, это действительно ужасно. Действительно ужасно. И слушая от самих пожизненников иногда их историю, и читая, можно прочитать, и сам не собирался, честно вам скажу. Это один момент. Следующий. Я никаким образом не призываю к тому, чтобы всех немерно верующих, скажем, осужденных, выпускать на свободу. То есть, книга не с этой цели написана, чтобы каждого человека, который поверит, и уж не с целью каким-то образом повлиять на уголовное законодательство, чтобы, скажем, отменить пожизненное решение свободы за особо тяжкие преступления. Нет. Вовсе не об этом. Еще один момент. Я осознаю, в доступной мне мере, что эта книга и упоминание об этих людях может быть болью для родственников, жертв этих людей. И, конечно, здесь большой вопрос. Я думаю, с одной стороны, я бы не стал, может быть, даже предлагать кому-то эту книгу читать. Потому что это боль, это воспоминание, это рана, о глубине которой я даже не могу себе представить, честно сказать. Но, с другой стороны, я абсолютно убежден, что есть среди этих людей, родственников, жертв, это очень болезненная тема, все-таки люди, которые желают исполнить тот великий подвиг вращения, которого Господь все-таки каждому человеку призывает. И я руку и надежду питаю на то, что, может быть, эта книга поможет кому-то из таких людей совершить вот этот великий подвиг, за который Господь обещал человеку великий благо. Просто великий. Ну и, может быть, последний момент, который я хотел бы обратить внимание, это, что все-таки не я, не я призываю к тому, чтобы не судить этих людей. А чтобы проявить к ним милосердие, к тем, кто нуждается в этом милосердии, все-таки призываю к этому не я, к этому призывает Господь. И на странице своей книги я лишь пытаюсь осмыслить, почему Господь призывает нас следует. При этом я могу, скорее, поступать как роль свидетельствия, потому что я действительно видел, что Господь действует там, и что Он помогает этих людей, что Он принимает их покаяние, что Он утешает, и что Он действительно преображает души этих людей. И еще я могу тоже свидетельствовать о том, какое благо и для нас, и для них, то служение милосердия, которое мы совершаем в отношении к Ним по своим силам. Еще, о чем я хотел сказать, все-таки, вот этот вопрос тоже, может быть, если его даже не зададут, но вопрос какой, значит, назрел. Все-таки, если кого-то из этих людей выпустит на свободу, то не вернется ли он к Брежнему, не забудет ли он все то, что Господь ему дал, и не вернется ли он даже к тем неслишителям того, за что оказался в этих местах. Вы знаете, я не могу и не буду, конечно, ни о ком говорить конкретно, и тем более ни о всех верующих. Но я абсолютно убежден, что есть среди пожизненных такие люди, которые не только, если их сейчас выпустят на свободу, не вернутся прежде, но даже не ослабеют свое устремление жить по Евангелии. Те изменения, которые Господь совершил в их душе, необратимые. И невозможно, я считаю, что невозможно человеку, которому Господь простил такое, который Господа познал, которому Господь открылся, который прожил в общении с Ним, в непрестанном общении с Ним, ни один пятьдесят лет, который вместе с Господом пережил великие испытания, потому что жизни по жизни, конечно, даже этот день себе сложно вообразить, что это такое, то такие люди, конечно, никогда к Богу не отойдут потом. Я глубоко в этом убежден. А если бы не так, то тогда в чем и смысл вообще всех наших устремлений, всей нашей духовной жизни? Потому что мы знаем, что мы к Богу тянемся, и Господь открывается нам, Он нас меняет. Конечно, этот процесс очень долгий, очень сложный, и он очень такой необычный. Он не совсем как бы прямая линия. Иногда мы уже думаем, что мы совсем стали святыми, вдруг оказываемся в ситуации, когда совершаем такие дела, которые мы не ожидали от себя. Ну и, может быть, уже к концу, как бы приближаясь, хочу сказать, может быть, вопрос, почему я вообще задумал написать эту книгу? Ну, прежде всего, конечно, я очень захотел поведать о том чуде преображения человеческой души, который Господь совершает, и которого я был свидетельствием. Еще мне захотелось сказать нечто, нечто, потому что много, конечно, об этом сказано, но сказать нечто о любви Божьей, бесконечной и непостижимой. Потому как, действительно, как бы низко человек ни пал, что бы он ни совершил, не было с надеждой на спасение, и этот человек, если он обратится к Богу с покаянием, непременно Богу будет принять. Что у каждого человека, даже вот для такого человека, есть надежда, потому что каждый человек Богом любим. И еще, конечно, не с целью повлиять на какое-то уголовное законодательство, не с этой целью я, опять-таки, вот написал об этом. И хотел бы сказать о том, что есть иной взгляд все-таки на таких людей, христианский взгляд, в надежде, что у кого-то, может быть, из тех, кто прочитает эту книгу, изменится личное отношение к таким людям. То есть, речь идет не об общественном осуждении, естественно, и об общественном отношении к преступлениям, а об отличном отношении к таким преступлениям. Потому что, действительно, в обществе, конечно, даже достаточно почитать комментарии иногда, какие-то вот, которые сопровождают ту или иную статью вот на эту тему, то всегда требование смерти, то есть этих людей называют мразями, нелюдями, и всеми самыми, в общем, такими словами, каким-то можем придумать. То есть, за людей этих людей не считают. Ну вот, у меня есть надежда, что все-таки есть иной взгляд, и у кого-то изменится вот именно личное отношение к этим людям. И, наконец, мне захотелось поделиться своим опытом служения милосердия этим людям, потому что в этом служении, вот я лично обрету себя великой клаван. Ну и последнее. Чему такое название? Вы знаете, потому что книга о тех людях, которые, совершив вот такие ужасные дела, и оказавшись на самом дне жизни, и придя к Богу, покаявшись перед Ним, там, можно сказать, в аду земную, неожиданно встретили Небо, и обрели Небо. Потому что оно, Небо, то есть это Господь и Его Царство, оно близко к каждому человеку, где бы он ни находился, лишь бы только человек захотелось искать его, лишь бы только он возжевал, возжевал, обрести это Небо, лишь бы он припал Богу покаяния. И еще потому такое название, что сам я, как бы погрузившись на это дно, неожиданно для себя встретил там ее. Благодарю вас. Дорогие друзья, Наташа представила наших гостей, сказала о Ирине Васильеве, и о замечательном фильме, который мы будем во второй части нашей встречи смотреть. Сейчас мы попросим Ирину сказать несколько слов о фильме, о лопатье, о том, что у нее связано. Я бы хотела много времени занимать вашего, когда вот такие собеседники у нас. И просто думаю, что после фильма, фильм очень хорошо вспахивает людей. Я думаю, что у вас уже возникнут вопросы, на которые легче будет конкретно отвечать. Сейчас просто я хочу, знаете, может, позволю себе, просто на уровне такой беседы с такими собеседниками, позволю себе сказать одну умную вещь. Это цитата из Бердяева, которую я прочитала уже после того, как сделала фильм. И эта цитата объясняет, почему вы здесь все. Сейчас вы узнаете, почему вы сюда пришли. Я не знаю. Кирилл, знаете эту цитату? Что нравственная история человечества началась с вопроса «Карин, где брат твой Аль?» Нравственная история человечества закончится вопросом «Аль, где брат твой Карин?» Вот эта графическая, вот эта дуга меня просто потрясла, потому что от начала до самого конца. Действительно, если все начиналось с простого запрета убийства, вот неубий, да, то сейчас, может быть, если мы все-таки развиваемся нравственно, движемся куда-то, то мы должны попытаться вытянуть из ага, вот если мы люди доброй воли, чистые, в какой-то степени считающие себя агелем, мы должны позаботиться о Карине, и вот в этом может быть смысл всей земной истории. Во всяком случае, вот мой герой, с которым я общаюсь 17 лет, вот, он даже, понимаете, где я говорю, Кирилл, он ведь и не хотел встретить Бога, у него все было в порядке, он сопротивлялся изо всех сил, у него все было очень хорошо, он был прокурором района, он был везунчиком вообще по жизни, это сильный человек, это интеллектуальный человек, это, в принципе, это Раскольников, это такое теоретическое убийство, то, что он, будучи в уверенности о своей безнаказанности, убил двух женщин, вот, это, в общем, на самом деле, это действительно какая-то проекция Достоевского, вот, в реальность, и то, что с ним происходило дальше, в камере смертника, где он просидел 37 месяцев, вот, в этой одиночке, он, как профессионал, как юрист, прекрасно знал процедуру, он знал, что расстреливают 3 раза в месяц, там, 3-го, 13-го, 23-го, вот, и вот эти 3 года, по 3 раза в месяц прислушивался к шагам за дверью, что вот это за мной, и знал, что как сильный мужчина, он должен всего лишь навсего не сплоховать, перетерпеть несколько секунд боли, и потом все, точка, я проиграл, точка, все на этом заканчивается. И вот, что такое пропасть у Господня, он не хотел верить, он не хотел ни в коем случае продолжения, не хотел никакой вечности, вот, как Господь простучался, видите, как Господь все-таки снимая, снимая пласт за пластом, вот, эту слепоту человеческую, и это все фильмы, вот, понимаете, почему я этот фильм делаю так, ну, долго, 5-17 лет, потому что это невероятно ценное свидетельство о том, как это происходит. Наверняка, вот, герои книги этой, многие могли бы тоже, если бы владели языком, инструментарием, вот так, как мой герой, если бы могли рассказать с каждым, конечно, там, что происходит такое, когда человек вот в этой пограничной ситуации между жизнью и смертью и длительное время, вот эта вот сенсорная деплевация, когда нет горизонтали, а есть только вертикали, и вот тут вот он выходит в небо, вот, в небо со самого дна, вот, что-то происходит, какая-то алхимия, вот это чудо, преображение, как они бы могли рассказать каждому, вот, мой герой уверен, что каждый это пережил, но именно он может артикулировать, и он артикулирует это в фильме, рассказывая, как этот процесс происходил, вот, поэтому, вот я... Вы знаете, действительно, вот Вячеслав Широевский, это, собственно, герой фильма, я тоже с ним знаком, по-разному встречался, он совсем сейчас не похож на того Широевского, что в фильме, он уже стал совсем стареньким, высеньким, очень маленького росточка, вот, прищуривается, один глаз у него не видит, и, вы знаете, в дополнение тоже к тому, что рассказали, мы тоже с ним тогда беседовали, он мне сказал, что вот, вы знаете, отец Кирилл, помню я себя, я действительно был как урожен, уважаемый человек, у меня было все, и вот сижу я как-то вечером в саду в своем доме, у меня там яблони цветут, и я смотрю, как все прекрасно, и вот небо, и тепло, и яблони цветут, и ароматы, и вот у меня дом, и вот у меня семья, и вот у меня деньги, и вот чего-то, говорит, я чувствую, что чего-то тебе не хватает, и мысли ко мне приходят, тебе этой полноты, он примерно вот этого хотел выразить, я уже дословно не говорю, не хватает одного, переступить грань, отнять человеческую жизнь, ты почувствуешь, как бы помню эту жизнь, потому что ты все имеешь, у тебя все есть, тебе не хватает только вот этого, и вот я тогда, естественно, как он говорит, после совершенно неверующего человека, человек понял, что когда-то уже подобное слышал, и Ева, и Адам, что вы видите, как боги, понимаете, также вот здесь, видимо, такое ощущение того, что ты имеешь право и отнять другую жизнь, что ты уже как бы выше, чем просто обычный человек, вот это вот как было еще в предыстории человеческой, так оно и сейчас, это вот один из мотивов, можно сказать, удивительный, чудовищный, можно сказать, вот такой мотивы, вот это преступление, которое он совершил. И еще, если позвольте, здесь присутствует один уважаемый священник, прокторит Константин Кобелев, это храм святителя Николая Берега, мы с ним вместе служим, помимо того, что священник, который также совершает служение в нашем храме, он еще и старший священник Бутырской тюрьмы СИЗО-2, уже достаточно давно, уже, наверное, Борисков, 14 лет, 15 лет старший священник, и помимо этого он еще является представителем православия в центральном аппарате всей России, то есть это очень высокая должность. Если вы позволите, я сейчас немножко людям еще скажу, как мы дальше поступили, чтобы сделать не могли. Я просто буквально, отец Константин, простите меня, через полсекунды, я хотела просто сказать, как мы дальше поступим, чтобы вы все себе представляли нашу родительскую, сейчас мы дать им слово нашему уважаемому Константину, и потом поблагодарим Иру за ее какие-то прекрасные, вот, вступительные слова, самое главное, конечно, как у него режиссер расскажет ее фильм, вот. Значит, после того, как отец Константин выступит, я предлагаю, если есть какие-то вопросы ко всем нашим замечательным гостям, задать вопросы, если они возникнут. После этого у нас будет маленький, небольшой перерыв, когда у вас будет возможность автору подойти, здесь, чтобы он, мистер, автограф помогал, если вы захотите, вы можете приобрести книжки, которые здесь, вот, прямо за дверью, справа от выхода, на такой выплатке на столе, лежат книжки, вы можете приобрести книжки и подойти за автографом нашему автороменчательному акту Кириллу. За это время у нас будет минут пять настроить аппаратуру буквально, и мы начинаем просмотр фильмов. После фильма, если будут вопросы, какие-то дверения, режиссеры тоже, пожалуйста, не насти просим. Вот это наша программа, теперь с удовольствием передать слово Артур Костя. Дорогие братья и сестры, я вот одного боюсь, что как бы вас не перегрузить, потому что из Кирилла включает мягкий, осторожно, я могу еще раз больше сказать. В том смысле, что он малкише не знает, просто он так мягко все угрожает. Мы всем знакомы, это уже девятнадцатый год, и, конечно, вы знаете, удивительно то, что мы с ним сошлись на одном и другое служение почти во время. Хотя с разных сторон к нему подходили. Ну, сказать то, что уж он три часа в три галии, я проработал год, можно сказать, как бы старший прием священника Москвы, уже так сказать. А теперь они с Кириллом вместе. Хотя он еще не священник, но это уже авансом ему дали. Владыка тоже получил книгу такую, очень доволен. Книга потрясающая, с самого начала до самого конца. Если в начале там ставится такой вопрос, могу ли я оказаться на этом месте? Я думаю, не могу. Вот, отрицательно. Могу. И последнее заканчивается. А что я буду делать, если мы с ним дышим их сточим? И вот такие вопросы перемежаются. Теофактические материалы, которые наполнена эта книга. От писем заключенных до писем своего отца Кирилла. И она перемежается с такими вопросами, с такими размышлениями, которые очень важны. И для каждого христианика. Если вот, например, с конца, вот и говорю, не вернется ли этот человек опять к греху. Может быть. Может. Опять все это самое. Так я могу завершить. Но, здесь именно важна наша с вами позиция. Вот такой случай. Человек пришел к Богу. Таким тяжелым путем он. Искать решения свободы. Ну, пусть сказали, пускай не про жизнь. Пускай не такие тяжкие грехи. Но там достаточно длительный срок, я не знаю точно. Даже не знаю. И в храме там были такие есть люди, которые очень привлекаются к храму. И там проводят все свое время. По два, по три, по четыре, пять, шесть, шесть часов. Сколько им только позволяет, это каждый день. Ну, соответственно, там, лампад зажигает, пол вытирает и прочее. Молится им, читает каноны, аккадисты, псалтери, ну, не знаю, ну, гурминею, тревоги. Какие-то еще кучки. Откорили, даже и так далее. Все, что угодно. И вот тот куча человек стремится будь ему свободу, будь ему нужен Богу, будь ему нужен Миню. И вот он приходит в храм, но лампадка не горит. Он говорит, в храме лампадка не горит. Он пытается его зажечь, ему баркуру там. Чего ты лезешь, ты что творишь? Пусть безобразишь. Он еще что-то видит не так, ему ответит. Он там хочет сделать, как он всегда привык, как в общем. И в результате бывает, к тому доходит, что человек вообще не стеркнет ходить в храм. Конечно, он не теряет веру в Бога, конечно. Думаю, там молится, он уже боится хапать. Вот как мы его встречаем. И это касается каждого гостя. И вот еще о жертвах. Ну вот мы древние священники, с нас требует тоже забота о жертвах. Но эта забота лежит на каждом священном. Жертвы не пойдут в древние священники, они ходят в обычный храм. Они пойдут к обычному священнику. Они пойдут к обычной женщине, которая в храм ходит. Вот как они посоветуют, что делать? Да ты этого гада там добивайся, чтобы его от того максимума не уйдет. Но какой совет про расслабленную камень они будут уйдет? Поэтому вот нас более тысячи человек в России. У нас такая система сложилась. В каждом регионе есть теперь отец Кирилл. Действительно, батюшки, все очень интересные. Он звучит все разные. И личности такие необычные. В начале у нас вот это учение, у этих батюшек, мы закончили все академию федеральность на русское наказание в Лизане. Оторвали нас от наших обычных служений. И мы туда отраночились. Нам давали то, что мы можем знать. И постепенно это были группа за группой. И это получилось, что я с ними со всеми, ну почти. Было что я приеду, а там кого-то нет. Так-то все совсем много встречалось. Вначале был центр России. Потом там юга, потом сюда подальше. Туда-сюда, последний был Дальний Восток. И думаю, ну там, Дальний Восток, и там какие-то там. То есть теперь самая такая, Восточная и Дальний Восток. Ну там какие-то пришли, не знаю каких батюшек. Потому что они там какие-то батюшки интересные просто делали. Вот. Поэтому тут, конечно, действительно Господь призывает к этому. Людей не потому, что данный человек там чем-то отличается от другого. Где он назначен? И он отпрыгивается, отказывается. Мне вот часто мне было договариваться, чтобы остаться в деревном служиле. Несмотря на то, что я был знаком с матерьшкой, а сам в деревном служиле. Но у меня было уже и так два храма, мне третий еще навязан. Вот. Но это сама, сама эта служба, она преображает людей. Не потому типа что интересные, что они сами себе интересны, а потому что они тюремные. Вот мы можем сказать, что это служение нужное. Не только узнику, но и маму. Оно очень меняет человека. Когда вы будете писать, допустим, подключенную, или посылочками собирать, или еще что-то. Это очень меняется сам человек. Это нужно. Не нужно, чтобы обычные священники прошли какую-то практику к тюрьме. Каждый много священников. Немножко почувствовал, посмотрел, что нужно понять. Это нужно для него. Почему? Ну, те, конечно, чай. Ну, когда я читал Ивангел, уже блестился Богом. И я читал Ивангел и первый раз. И я встретил эти слова, что... Вы знаете, одних посылал налево, других направо, на строке. Так вот, козел, козлок, направо на лево. Ну, это что-то одинаково. Хрен я не слащий. Дело не в этом. Так вот. И вот сказал, что я был в темнице, и вы меня посетите. Ну, как вы могли бы посетить? Были только начало 80-х годов там. Какой-то в темнице. Там еще 10 лет режима еще впереди была. Как это в темнице посетить? Там сама система была. Даже все в темнице. И вот, и в мое время людей сажались за то, что они не распространялись. Это какой-то посетительница. Я очень нервничал. Приживаю на тему. Как я могу вот этот сковородить? И когда батюшка Эдисгреб прошел в Бога, мы всем служили виновами. Ну, мне не нужны были тогда деканам. И сказ священия были. Мне нужен был священник. Я был ясным. Да, я был ясным. В 1991 году, когда я служил вместе с папирином, отцом Гребом в коридоре. Будущим настоятелем Уктырского храма. И в это время батюшка делился, рассказывал различные свои впечатлениями. Мне захотелось удавать их. Я бы стеснялся его попросить. Тем более, что я никогда особо не нужен, чем были священники. Влада Богин говорит, жаловаться. А мне, как я так подумал, он может мне просто любопытство как это посмотреть в зооборке, найти его зверь и всякие. Пусти снялся. Но это желание, которое у меня было, наверное, Господь говорит, что все видит. Прошло десять лет, и я оказался на его месте. Ну, десять лет своего кончения. Вот так вот Господь управляет. Вот это именно, вот это служение нужно нам. Невинно осужденных у нас, как мы мнение, 45 процентов. Я не могу точно сказать вам. Как сказать невинно? Не то, что невинно, но неправильно осужденных. Это дело не в России. Это земную суд, он везде. Вот как Сакирином размещал, вы знаете, у нас, вот так вот, мы патриоты. То же самое везде дело. За земной суд это везде, это не везде все. Ну, вот пример вам, например. Сидели за столом в компании, выпивали. Ну, один из них отличился больше других, и написал так, что с столом уже услуг. Начнется в одноручниках. Потому что, когда приехала оперативная бригада, в другом было два. Один труп был пьяный, второй труп был яненький. А в другом в руке был нож, которому было пришло место. Ну, вот какое правосудие его может оправдать? Да я пил-то свайки с малькой. А где они? Какие мальки мальки? Они их не знают. Вначале это в компании. Ну и что? И кого посадить? Кто виноват? Какой суд можно его оправдать? Мы не виноваты. И что вы предлагаете? И он будет сидеть. А если там несколько другов, он будет виноват, но и надо, что будет. И надо знать, что будет. И надо знать, что будет. И вы узнаете, за это решать свою жизнь. И все из-за этого раньше расстреливались. И таких случаев, вот как в чьем изучение было учено. И вот в книге от Согреба, а одна из склад книги от Согреба как называется, книга от Согреба становиться на гудя глажей. Точно специально не специально. Я посылаюсь. Но я не туда. Ну вот, так вот, книга от Согреба было упомянуто, что настолько люди, вот уже действительно, как было начало тюремного служения в нашей стране, настолько они уже проникаются в доверие к священникам, какие обличания они боялись, что мы там что-то можем рассказать, что даже рассказывают о тех грехах, о которых никто не знает, о тех преступлениях, которые им не изменяются. Вот это были первые какие-то такие случаи, которые батюшка даже с удивлением написал свои книжки. Сейчас это с каждой ряда. С каждой ряда. В принципе, каждого могут посадить. из нас с вами. У всех у нас есть грехи. Они разные, такие и такие. Тот же самый грех, который мы совершили, но при других обстоятельствах, он глупого, он на которые. Тот же самый, вот любой, который мы совершили грех, он мог привести нас к греху. Судьба. Слава Богу, Господь не бревет. Вот и мы все одинаково с вами. Но, они не продаются к другим. Тут уже полностью. Тоже есть его любовь, между прочим. Может, такой-то жизнь складывается. Так надо в жизни до начала. Так вот, люди сейчас скажут, говорят, батюшки, меня неправильно судили не за то. Но я, вообще-то, человек грешный. У меня было то-то и то-то. Вот это сейчас, говорят, очень. По 5%, я не подсчитываю на ум. И вот здесь разница. Одно дело, когда человеку судили полностью, там, ну вот, не сводит вилла, ну, большой ему наистовый совет. Ну, ты давай добивайся, давай старайся. Вот, всеми друзьями. Вот. Какой-то способ, чтобы все-таки показать свою невинность. А когда он невинно, вроде осужден, но у него было за что, ну, тогда ты посиди и молчи. И ты терпи, и ты внести то, что тебе дали. Столько дали, а не столько. Вот, вот, только в этом разница. Сейчас еще чуть-чуть помещаем. Немного я вам рассказываю. Да? Чем-чем больше регламента, это побольше. Так вот о жертвах. Конечно, те немногие люди, у которых у нас две тысячи человек где-то сидит по жизни, да? Да, две тысячи, а около двух тысяч. А население нашей страны, если кто-то мило. Ну, ну, вот. Почти каждый из нас чем-то на кого-то отлично. В жизни каждого. Какой-то большой отец станут. У христианки. У каждого нас есть отец станут. Так вот, в первую очередь, эта книга важна всем. В наших небольших обидах, в наших небольших понятиях о наших родах. Вот, почитать вот о тех, вот, как и родительские понятия, сколько даже такие люди, и как их можно прости даже такие. Потому что, конечно, к сожалению, у нас проходит неделя молитв о жертвах. Вот, один день посвящен жертвам. И там как рассказано, именно целью заботиться о жертвах и преступлении. Ну, если они там, получать будут вещи, чтобы им дать здоровье. Если они реально как-то ущерб в этом, чтобы Господь помог. Но, это первая часть. А вторая часть, именно там идет молитва в душе. Напоминается лучше наше. Как мы оставим на полке наших, мы оставим на полке наших. И напоминается необходимость именно для спасения человека прощать свои права. И у нас, ну, даже вышла такая серия была в жгнале «Нескучный сад». Да, «Нескучный сад» в 2008 году. Нет. Ну, не так. Серия была такая формула прощения в 7-х статьях. Ну, там пришлось, наверное, написать такую статью. Там 7 этапов. Ну, какой получается. И вот первый этап – это надо отдать обидчика Богу. Бог любит каждого человека. Бог разберется гораздо лучше, чем мы. Сегодня мы читаем в Евангелии. Вот это вот, ну, видовое. О том, что Господь говорит, «Я резь глаза, виноградный куст. А вывесить привозки». То есть веточки на этом настелок. И если эту веточку отрезать, надо засохнуть и ничего не будет. Только находясь на связи с Богом, может кто-то и тот. Из меня не можете творить ничего. Все Бог делает через нас и с помощью нас. А будет ли Бог вместе с нами мстить? А если Он будет мстить, то будет ли Он мстить по нашему плану? Который в нашей голове. Который мы сидим в голове. Вот что можно сказать каждому, так сказать, надо. С каждому человеку. Единственный способ, если хочешь, чтобы наказал. Это не страшно, слово правильно. Чтобы наказал Господь виноватого. Надо это сделать в строке наказания Его. Единственный способ, надо уйти, не путаться у Бога под ногами. Если ты действительно, если хочешь человека наказание, не лезь, не мешай Богу его исполнить. Вот это очень важно. Чему мы можем удержать жертву? Хочешь, чтобы наказать? Давай, не мешай Богу. Иначе Бог скажет, что ты буду себе наказать? Ты хочешь, ну иди, наставь его. И Бог наказать не будет. И вот, конечно, и прочее, сегодня я заключенном сказал, что проблема-то произойдет. Потому в мире зло, потому что мы пытаемся за него отомстить. Если бы мы все люди, человек, это очень абстрактно. Отдали бы эти руки Божьи, слово прекратилось бы умереть. Он бы его заблочил. Но Бог не насилует человека. Вот он хочет отомстить, но хочет отомстить. Он не насил, но и свободу. А если бы мы свою свободу отдали, то добровольный Бог. Накажи воды. Все, Бог, все покажусь. Но в честь некого наказывать буду и я сам. Как же это нужно будет закрывать. Ну, простите, пожалуйста. Спасибо. 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 Теперь, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, прошу компактно, потому что у нас уже, конечно, у нас еще впереди целый фильм, а он не короткий, поэтому прошу важные вопросы, если есть какие-то очень компактные. Потом подходите, пожалуйста, на карте Кириллу, а мы за это время завернем. Мы попробуем все подготовить к фильму. Это зайдет буквально у нас 2-3 минуты. Пожалуйста. Еще скажу, что в книге есть одно стихотворение, автор которого как раз герой фильма. Я там в книге не привел ни одной фамилии, но, думаю, по понятным вполне причинам, потому что я там указал на некоторых рассужденных преступлениях, которые они свершили. И несмотря на то, что, в общем-то, все знают друг про друга и все, кто там находится, но тем не менее все равно, я думаю, что уж слишком такая открытость, она не очень будет и на пользу, и смутит самого человека, который очень-то с доверием отнесся. Они все, конечно, удивили свое согласие, что я приведу этот цитат в книги свои, тем не фамилии я не указывал. Вот есть одно стихотворение, совершенно замечательное. Написано в камере Смертников, как сам Вячеслав говорит, «Бьет меня память». Так что вы можете запомнить и прочитать. Книжки есть. Пожалуйста, вопросы, если у кого-то есть вопросы. А как вы священники за войну? Простите, как вы? Простите. Я вас понимаю, что есть, я знаю, что есть, я знаю, что я знаю, что это все милый, я не понимаю, как есть священники, которые представляют на войну. На войну? На войну, на войну. Ну, как вы здесь практически, я не начинаю речь о Донбассе. А по Донбассу, я знаю, что вы выставляли на истинное искусство. Вы знаете, я здесь ничего не смогу сказать. Мне об этом не кругло. Я не благословляю. В каком смысле, что не то, что я за или против, ко мне лично никто не обращался. Поэтому я не могу сказать. Я же не знаю всей ситуации. Если может быть никакой ситуации, здесь нельзя никогда. Возможно. Если ты защищаешься. Возможно. Но, мне кажется, к сожалению, я не могу ничего сказать. Вы знаете, у меня просьба, все-таки, если можно, вы по нашей теме, по книжке, пожалуйста. Если по теме, это как убийство. Может быть, Катя Кирилл или Клава Утили, Владимира Ученинову или Карине. Я хотел уточнить, как проходит сам процесс того, что преступники приходят сами к вам или какие-то объявления, что можно обратиться к священнику. Вот как сам процесс этот проходит для уточнения? Как они нас находят или как? Ну, вы знаете, по-разному бывает. Сейчас, например, они, по-моему, во все храмы почти московские пишут и просят, чтобы кто-то начал с ними общаться или чем-то им помог материально, потому что люди там очень нуждаются. Поэтому, как бы, надо просто проспрашивать настоятеля храма или еще кого-то не будет таких писем. Но, в целом, в Москве существует ряд приходов, где вот такая деятельность ведется достаточно активно. Ну, вот, например, у нас на приходе нам просто огромное количество писем приходит. Когда-то я начал переписывать всего с одним человеком, а потом, это было очень давно, потом появилось три, пятнадцать лет назад, потом они стали писать больше и больше, и пришлось даже организовать группу. То есть, если, вот, они, некоторые из них пишут какие-то журналы, например, «Русский клуб», еще куда-то, там публикуются их письма, и они на предмет того, что кто-то, может быть, ответили. Но, вот, есть даже у нас, как бы, центр такой, где, ну, на самом деле, это тоже приход, где метро «Красные ворота», где тоже вот такая группа существует. То есть, если вы хотите кого-то, что мы вам подыскали, мы это можем сделать. Я думаю, что еще и вопрос интересует, как находят они все-таки другого, что батюшки ездят, исполезают. Но, к сожалению, из всех московского духовенства ездит только отец Александр Борисов, который, к сожалению, все это, видимо, по объективным причинам не смог присутствовать. И недавно вернулся. Он ездит каждую на Пасху на светлую неделю обычно, всегда. То есть, представляете, всю светлую неделю, прямо в день самой Пасхи, вечером он уезжает, и всю неделю он проводит там, оставляет свой приход, ну, естественно, других достойных священнослужителей, а сам едет туда, в поселок Харп, он в этой колонии ездит все время, которое здесь будет также в фильме показано. И об этой колонии, да. Да. И в том числе об этой колонии тоже, да. И, ну, и я вот здесь держу, ну, в будущем я. Ну, и пока вот... И в Москве там есть свои священники. Да, там есть, конечно, свои священники, да. Как там порядок? Да, они, конечно, делают все, что могут. Вот. И порядок привлеченному обратиться к священнику. Да, порядок такой, что они все пишут прошения на то, чтобы встретиться с священником. И этих прошений накапливается огромная стопка. И приходит батюшка, и не знает вообще, кому идти. Там целая гора прошений. Ну, кому-то ходит... Вся беда в том, что кормление духовно вот таких вот колоний особого режима обычно назначают одного священника ближайшего храма, первой колонии. А у священников самого там нагрузка, потому что у него же приход, и он один на, иногда на 700, например, рассужденных, как в колонии «Черный дельфин». И, конечно, он физически просто не успевает. Ему нужна помощь. И вот как бы такая проблема решить, трудно сказать. Хорошо бы, конечно, если бы еще вот подключались бы другие священники, хотя бы иногда нас где-нибудь посещали. Вот. Но, в принципе, батюшки хотят, очень хотят нам всем помочь. Но они всегда получаются. Вот. А вот я говорю, что пока не находит, то вот, наверное, с тех пор, как какая-то первая, первый человек, скажем, из Москвы ответил по жизни осужденному, с тех пор и это служение началось. Потому что стали посадить другие, потом стали подключаться в другие храмы. Вот. Но если что, обращайтесь к нам, и вам всегда найдет человека. Спасибо. Первое хотели добавить. Да. Вы знаете, вот отец Александра Борисов, который тоже второй герой в этом фильме, может быть, первый. Потому что это вот эта вечная пара неразрывная, праведник и грешник. Вот. Алиц Твоэру с этими этими двумя героями. Он, вы знаете, действительно подвижник невероятный. И он на этот харп, это на Ямале, он поехал именно к Вячеславу. Вот он его любит. Вот так же, как я его люблю. И вот, понимаете, это любимый грешник отца Александра. Он его спас от расстрела, на самом деле. Могите это помилование. Вот. Он туда приехал. И вот вы увидите второй священник местный с очень жесткими и такими, ну, весьма сомнительными с православной точки зрения взглядами. Очень жесткими взглядами. Вот. И мне пишут, например, с острова Овнином, где раньше сидел Вячеслав, что там годами не выбрали священники. И я здесь, я, конечно, прошу прощения. Вот сейчас стало лучше. Я прошу прощения, но года три тому назад мне писали, как они годами ждут, как они стражут. И никто к ним не приходит. И Вячеслав мне еще об этом тоже писал. что свет в окошке. Вот отец Александр. Потом его, Вячеслава, перекинули с Овниного на хат. И туда приехал отец Александр. И сейчас вот это последнее письмо я получила, что он к нему забежал, он к нему едет. Вот четвертый год подряд, уже получив инфаркт после первой же поездки, слишком тяжелый для него, для здоровья, для возраста. Вот. Но продолжает действительно на светлую эстницу. И он освещает собой, вот один человек, он освещает собой все это место. К Славину забежал всего на пять минут. Это было страшное разочарование. Мы даже не поговорили, потому что с каждым годом там растет несколько людей, для которых он необходим как спасение, как луч света. И он ко всем, кто записался, ко всем пришел, всем по тысяче рублей положил. Это большие очень деньги, тем не менее. И вот так. Исповедовал, естественно. До этого момента. До этого момента. Просто вот это вот реальные факты. Слава Богу, что я был вынужден причаститься. Я не знала, что он приедет сюда. Я был вынужден причаститься у баптистов. Понимаете? Чтобы хоть как-то причаститься. Сейчас на деле ситуация будет меняться в целом, да. Хотя, вообще, да. Иногда батюшки некоторые листы не сюда поднимают должность. Вот отец Андрей, который здесь только будет в фильме. Да, отец Андрей, которого тоже тут покажется. Он сейчас уже там другой священник, отец Максим. Но когда я приехал, он тоже мне говорил, батюшка, почему вы к ним ездите? Занимаетесь больше детьми. Я говорю, я детьми тоже занимаюсь. У меня в воскресной школе не стоит в воскресной школе. Ну, он меня тоже всячески отговаривал. Хотя, по-моему, естественно, всех тоже посетить. И вот отец Александр, он сначала ездил к одному, ради одного человека. А потом уже накопился. Какие-то еще вопросы? Скажите, вот это переписка с такими заключенными, потому что я так понимаю, что я, видимо, как-то по себе смотрю, что, ну, как, 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 возможно там должность. И так, это же очень, это же жизнь человеческая, которая там проходит, за стенами. И ты ее разделяешься этим человеком. А как, как можно себя разделить на какое количество людей? Сколько стоит? 15 лет с тремя. 15 лет с тремя. 15 лет с тремя. Остальные стали проявляться в погоде, там, и в настоящее время, даже сложно сказать, сколько, но, в целом, ну, вот да, с тремя-пятнадцать лет уже я их знаю, я с ними общаюсь, и действительно, один человек очень ревностный. У меня сначала было трое. Вот один был очень духовный человек с самого начала. Вернее, нет, самый первый был совершенно не духовный. Совершенно. То есть его интересовало только материально, и вообще он просил у меня, чтобы я там какие-то его заявления на пересмотр делал, все куда-то пересылал. Вот, я смирялся, делал, делал, но в конце концов сказал, что все, что угодно, у меня это лучше делать не было. У меня одно смущение было. Потом буквально скоро очень написал человек, который был очень духовный, который интересовало только духовный вопрос. Он перешел из бактистов в православие, потому что медвестанты там действительно были очень активны. И по сей день, его тут много свидетелей в этой книге, его зовут Андрей из ИК-6, и он все это протяжение всех пятнадцати лет он только о духовном рассуждает. И я знаю о всех его непоминаниях, переживаниях, борьбе со страстями и тех утешениях, которые Господь ему дает. А третий был посередине. Он интересовался, так сказать, с этими вопросами веры. Но не столько глубоко. Английским занимался. Вот с этими людьми, сколько общались. А остальные появились позже. Я скажу только буквально последние два слова о том, что первоначально... Как вообще я начал этим заниматься? Получилось так, что я учился в Свердотехновском институте, еще, примерно на четвертом, по-моему, курсе или на третьем. И у нас по пастырскому семинару, значит, одна пришла женщина Наталья Кономарева, такая, достаточно известная в Москве. Она очень активно занималась этим служением. И она тогда преподавателем была миссионерского факультета. Она принесла огромный блок писем, вываливала перед студентами, и сказала, не хочет ли кто взять хотя бы одно письмо написать. Потому что очень многие хотят общения, и разные это осужденные, а мы, говорит, не успеваем. Если вы не возьмете, мы эти писем просто выбросим, чтите. Но все взяли бы письмо, и я взял одно письмо. Вот оно оказалось это у совершенно не духовного человека. И, идя по дороге домой из института, я размышлял, начинать ли мне это или нет. И, с одной стороны, меня очень пугал, конечно, этот мир, потому что меня не рады не иметь, вот, слава Богу. У меня так заключений не было. И заключенных я, в отличие от Владимира, лично не был знаком даже с бывшими осуждателями. И, конечно, было, с одной стороны, странно. Понимаете? Как вот я ругуюсь в этот мир, а потом я еще понял, что это пожизненько. Это было с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, я чувствовал что такое желание заняться этим делом, конечно, оно было от Господа. Я чувствовал, что в этом служении я что-то такое очень важное для себя найду. Я о себе думал, в первую очередь, естественно. И, начав писать, я уже потом не смог прекратить этим заниматься. Ну, если у вас есть служение от страны, и, конечно, еще то, что кому-то отсутил, который там уже там на каком-то этапе только в день, или, который много ли об этом, не знаю, мало ли об этом основе то есть сейчас, тем не менее, они, может быть, хотят в этом этим побольше, да? Есть группы специальные. Да, есть группы. Можете... Есть специальная группа. Да, вращаться к нам. Вообще, заниматься этим служением обязательно надо в группу. Обязательно. То есть мы будем очень... Да, конечно. Конечно, это единственное, что... Под руководством, да. Под руководством, да. Единственное, что не все священники иногда даже понимают. Вот это... Некоторые боятся и не благословляют людей этим заниматься по причинам совершенно необоснованных. Просто не знакомы, будучи сами с этим. Но кому-то я бы не рекомендовал заниматься и переписываться с сужденными. Например, что касается пожизников-то молодых девушек, я бы не рекомендовал переписываться никому с пожизниками, потому что будут романтические отношения сразу, конечно, там тоже люди. Вот. А так вот, в принципе... Знаете, у меня всегда одна глава называется призвание. Потому что я считаю, что общение с этими людьми – это призвание. Важно этот призыв почувствовать. Может быть, он есть. И еще очень важный момент, очень важный в этом настрой. Понимаете? Важный настрой... Важно, как настроить себя, прежде чем общаться. Что здесь так же, как вот, знаете, когда ребеночек из детского дома берут, очень важен настрой родителей. Чего они хотят? Вот, взяв ребенка в семью. Они хотят утешение себе получить. Они хотят для себя взять ребенка, чтобы он был утешением, радостью, утешением старости. Если так, то их ждет разочарование. Потому что ребенок окажется дерзким, может быть, где-то и сложным. И бывает, что и очень часто ребенка возвращают назад в детский дом. То есть настрой нужно только один – сделать счастливым этого ребенка. Так же и здесь. Настрой – помочь ему, ничего не ожидая от него. Потому что мы, конечно, представляем себе, на чем общение, что осужденный будет духовный. Что он начнет там утешать. Что мы с ним будем размышлять на духовные темы. Вечера, значит, зимними, долгими. И будет там какой душевный комфорт у нас. А выяснится, что осужденный – злой, противный, совершенно не духовный. И только тянет от нас материального человека. И все, и все закончится. А вот если желание будет именно этому человеку помочь, по возможности. Как-то его поддержать. Закрывая глаза на то, какой он будет. То тогда да. Есть надежда, что не только мы этим делом будем заниматься во благо себе. Но что, в конце концов, этот человек сам изменится. Потому что душа может согреть только любовь. Больше ничего. Это самое крайнее средство. Озлобленного человека, как-то его размягчить. И помочь ему даже встать на пути истине, взыскать Богу. Может только любовь и терпение. А этого достаточно надо в этом служении. Достаточно. Можно ее возразить? Пожалуйста. А я бы посоветовал бы молодым женщинам и девушкам заниматься этим делом. Только писать. Подожди. Не писать, Маша. Как говорится, если она девушка с папой. Если она замужняя с мужем. Подписывается Кирилл. Вот у меня есть одна Вика. У нее муж Кирилл. И он только пишет Кириллу, Кириллу, Кириллу. К статей. Я об этом не думал. Нет. Понимаешь? Потому что, чтобы у него не было этих мыслей. Это интересные мысли. Да. И все. А ему это очень хорошо. Что-то есть. Да. В этом есть. А это у меня Филипп такой есть. На двойке в Ленице. Вы фотографии что-нибудь посылали? Не-не-не. А фотографии батюшки посылали? Да. Батюшки, вы нас в храме. Батюшка. Все. А вот это. Это общение с такими людьми. Ценило ли ваше отношение к тем людям, которые живут в миру? Чувствуют. И вот в вас лично это так поменяло ваше видение человека. Да. Вы же начинали со всем человеком молодым, может быть, с какими-то более романтическими представлениями. А может быть, наоборот. Более шокими. Нет. Вы знаете, я вот читаю иногда свои письма в 2003-2002 года. У них как бы те же самые мысли, я даже сам разобрался, что и сейчас. Но, конечно, очень много изменилось. Я думаю, что я был в поиске вместе с ними. И, задумываясь над тем, как им ответить, я сам задумывался о себе тоже. И считаю, что это вот общение, даже переписка, она очень важна даже в этом отношении. Потому как иногда нам кажется, что мы имеем достаточно сложившееся представление о тех или иных моментах. Что мы, в общем, достаточно все знаем. И о духовной жизни своей, и обо всем, обо всем. А когда вдруг нам задают осужденный какой-то вопрос, мы начинаем думать, и выясняется, что мы, на самом деле, ничего не знаем еще. И мы начинаем задумываться, и приходят там какие-то мысли, и иное понимание, может быть, очень многих важных моментов. Это касается и молитвы, и смысла вообще всех наших Бога устремлений, всей нашей духовной жизни. Но главное еще, чему я от них научился, вы знаете, это смирение и терпение. То есть, действительно, вот, конечно, бывают в жизни испытания, скорби и все, иногда бывает очень тяжело. Но когда подумаешь, что есть люди, которые, понимаете, лишены даже тех утешений, которые ты имеешь. И, несмотря на это, они все равно пишут бодрые письма, они все равно, так сказать, как-то не теряют надежды, что они радуются жизни и стараются не унывать. И это тоже как-то очень поддерживает. Потому что понимают, что вот, действительно, люди, которые гораздо больше страдают, чем ты. Да, действительно, они, не будем говорить, заслуженно страдают. Понятно, что они, собственно, несправедливы. То есть, я это слово хочу подчеркнуть. То есть, никто не говорит, что их там ни за что. Но эти люди страдают, и вот христианский взгляд, он отличается, может быть, от мирского, вот, на этих людей, именно тем, что в миру, в миру, человек, как бы сказать, проявляет милосердие к тем людям, которые как бы этого заслуживают. То есть, вот, чтобы, скажем, человек мирской проявил к кому-то милосердие, все-таки он должен искать какое-то основание вот тому, чтобы это проявить милосердие. То есть, чтобы, может быть, к аваринам, к каким-то людям, действительно, ну, они не виноваты. Так сегодня получилось. К детям тоже, скажем, в детских домах, они не виноваты, что их бросили. И как бы мы можем, естественно, к ним проявить милосердие. Или к каким-то еще людям, которые, ну, не виноваты, но нуждаются. А здесь вот четкая грань, что эти люди заслужили. Какое может быть к ним милосердие? Их надо казнить, расстреливать. А христианский взгляд, он такой, что мы не смотрим за что. Мы видим страдающего человека. Видим, что человек страдает. У него валит душа, он нуждается материально. И нам не важно за что. Он сидит, мы видим, что он страдает и нуждается нашей помощи. И мы его оказываем по своим силам. Я все-таки сказал бы несколько слов. Мне кажется, Ваш вопрос имеет отношение к теме нашего разговора. Особенно учитывая, то контекст такой, ну, навязчивой милитаризации сознания, в котором мы сегодня живем, от этого невозможно, так сказать, абстрагироваться, да, действительно. Это есть, кто это делает, средства массовой информации, или это делает какие-то силы. Но, тем не менее, действительно, мы живем в таких реалиях, когда нам пытаются сказать, что вот есть вокруг враги, которых мы должны не убить. Это, к сожалению, да. Мне сложно представить священника, который там благословляет людей, ехать на Донбасс, или в Сирию, или еще куда-нибудь. Но я вполне допускаю, что такие священники есть. И попробую ответить на этот вопрос. У нас есть Евангелие, которое в основе всего церковного предания, которое тоже является частью предания Евангелия. Это свет, к которому мы стремимся, если, ну, я думаю, что большинство читало Ветхий Завет не в таком, ну, так сказать, полку переложения Серафима Слопоскова, а, ну, например, взять книгу Исход и описание того, как избранный народ шел к земле обетованной. В общем-то, стоит признать, что игол не такие-то, в общем, жестокие по сравнению с теми, что делали израильтяне, когда шли к обетованной земле. И нужно понимать, что евангельская весть, она прозвучала в определенном контексте. Она прозвучала не ангелом, она прозвучала людям. И она прозвучала тем людям, которые свою жизнь должны как-то выравнивать под это Евангелие. Если говорить о церковном предании, о церковных канонах, то они, в общем, старались как-то эти границы очертить, где уже заканчивается жизнь по Евангелию. Эти границы в разные периоды были очень разными. Можно сказать, что таковы каноны, таково предание церкви. А это не обо Евангелии. Это попытка понять, где уже все-таки, скорее всего, жизнь по Евангелию невозможна, за какими границами. И они в разное время были разными. Например, вот Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на родный подвиг и дает ему двух своих монахов. Но это же не стандартная ситуация, что игумен обители отправляет на бой монахов. Но, тем не менее, такая ситуация была. И эта ситуация, так скажем, не штатная, не стандартная, но на тот момент, возможно, она была правильной. Именно поэтому этот момент жития Сергий Радонежского сохранился. Если вот мы представляем как в учебниках истории, что тогда все понимали, что это очевидное злое, и что нужно идти сражаться с тоталем, но если мы немножко себя принесем в припуху, то мы поймем, что это не для всех было очевидно, что нужно куда-то идти сражаться, вроде более-менее дать платиться, до Москвы дойти не так так-то легко, и зачем куда-то идти, зачем это непонятно, за чьи интересы воевать какие-то князения, когда не было все так очевидно и просто. Я просто сейчас говорю о человеческих отношениях, и все-таки мне хочется сказать о канонах, те самые, которые черчат границы. Они, церковные каноны, христианские каноны никогда не рассматривали войну как что-то нормативное. Например, существует канон, по которым человек, который воевал, он уже не может стать священником. Воины, которые шли к необходимости воевать, потому что от них требовало этого государства, не допускались еще какое-то время к причастию. три года, три года не допускались к причастию. Не потому что церковь их осуждала, а потому что то состояние жуткой травмы, после войны оно не могло сочетаться с Христом, который в тебя входит. То есть душе нужно было какое-то время, чтобы прийти в порядок. Но я надеюсь, я немножко на ваш вопрос ответил. Я бы хотел сказать, что церковь никогда не рассматривала войну как нормативное, хорошее и такое полезное. Если говорить о войне освободительной, то здесь ведь священник, благословляя, скажем, защиту Отечества, он руководствуется любой, в первую очередь, своим соотечественным. Я почему говорю, что я не думал? Потому что я не знаю все равно ситуации, как она есть на самом деле. Ну и просто, когда ты находишься внутри каких-то событий, мне кажется, не всегда вот так очевидно, хорошо или плохо, в любой ситуации. Это непросто. Я просто как-то могу сказать, ну а вместе уже. Ну да. Ну давайте мы так разовы перейдем к другой части. Спасибо. Спасибо всем большое. Пожалуйста, подходите к Артю Кириллу, кто желает. Подписывайтесь на наш канал. И оставайтесь отдельно всем, кому есть возможность оказаться во времени. Благодарим. Спасибо. Спасибо.